С 6 по 8 сентября съемочная группа телерадиокомпании «Триангела» приняла участие в международной научной конференции «Мировой опыт традиционных религиозных организаций в борьбе с терроризмом». Конференция проходила в Конгресс-холле Васильевске в Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия стали Комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, Российская Ассоциация защиты религиозной свободы и другие организации. На конференции присутствовали представители всех традиционных конфессий Российской Федерации, в том числе представители Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. На пленарном заседании к присутствующему обратился протоиерей Александр Пелин, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, директор Центра этно-религиозных исследований, кандидат богословия. Он зачитал присутствующим приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии. Уверен, что ученые, богословы, религиоведы, собравшиеся на столь представительный форум, способны убедительно ответить на угрозы экстремизма и терроризма, какими бы псевдорелигиозными лозунгами они не прикрывались. Уверен, что только взаимоуважение к различным религиозным традициям, только умение слушать и слышать может способствовать воцарению мира во всем мире. Церковь христиан-адвентистов седьмого дня на конференции представлял генеральный секретарь Российской ассоциации религиозной свободы, первый заместитель председателя Евро-Азиатского отделения генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, пастор Олег Гончаров. Он отметил, что экстремизм и терроризм являются сегодня серьезной угрозой для нашей страны и для всего мира. Питательной почвой для терроризма становятся проблемы духовно-нравственного характера, потеря веры, нравственных ориентиров. Роль религиозных духовных лидеров России заключается в том, чтобы воспитывать молодое поколение, прививать те самые духовно-нравственные ценности, которые традиционные конфессии России имеют и которые исторически для нашей страны приемлемы. Чтобы заботиться о молодежи, о своей пастве, чтобы совершать честно свой труд духовного лидера, то есть делать честно свое служение. И вот как раз, наверное, это основа того, что мы можем сделать против терроризма. Конечно, каждый из нас сегодня заявляет о том, что терроризм не приемлем для наших духовных традиций. Вот для нас, христиан-адвентистов, жизнь человека является наивысшей ценностью здесь, на земле, потому что за жизнь человека Христос отдал свою жизнь. И цена человеческой жизни – это цена жизни нашего Спасителя. Поэтому никто не вправе покушаться на человеческую жизнь, никто не вправе распоряжаться, кроме Господа, человеческой жизни. Олег Юрьевич также подчеркнул, что своим единоверцам Церковь прививает дух любви и терпимости к представителям различных конфессий и мировоззрений. Альбир Ревкатович Карганов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, муфти Москвы, Центрального региона и Чувашии, отметил в своем выступлении, что в основе экстремистских взглядов лежит искажение истинных ценностей ислама. Они перевернули значение очень многих терминов в исламе, священных для мусульман. Джихад тоже священный термин, но не война с неверными, как они пытаются его определить, а война со своими низменными чувствами, со своей гордыней. По окончании пленарного заседания работа конференции продолжилась по секциям. Исламские лидеры России в борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом, религиозная свобода и новые реалии социальной интеграции российского общества, «Мир или война» к вопросу о будущем этносов и религии на Ближнем Востоке. Мероприятие показало, что традиционные религиозные организации решительно отвергают любые формы насилия и экстремизма. Непременным условием преодоления террористической угрозы и псевдорелигиозного экстремизма является опора на нравственные ценности традиционных религий России. Поддержку участников конференции получил курс руководства страны на упрощение патриотических чувств, дальнейшее формирование и укрепление общегражданской идентичности россиян при сохранении многообразия богатых этнокультурных традиций. Отмечалась необходимость целенаправленной работы по предотвращению проявлений экстремистских настроений в молодежной среде. Телерадиокомпания «Триангела» освещала работу конференции и подготовила видеоматериал по ее итогам. Субтитры создавал DimaTorzok